Всем добрый день! Сегодня у нас 12 июня 2019 года, Коломенский район, ремонт квартиры мы продолжаем 44 квадратных метра. Что сделали мы за это время? Сейчас покажу и расскажу. В ванную заходим. Как я и говорил, мы обезжирили трубы. Одна труба у нас водоснабжения и вторая у нас труба канализации. И естественно загрунтовали мы в два слоя грунтом по металлу. Также мы установили вводной кран. Еще здесь у нас разместится фильтр грубой очистки, фильтр тонкой очистки и естественно счетчик. Все это будет у нас скрыто за люком. Люк будет у нас обычный металлический белого цвета. Дальше у нас еще заказчица закупила плитку. Плитка уже у нас на объекте. Вот так вот она выглядит на пол и на стены. Также закуплен у нас ламинат. Ламинат у нас 33 класса. Обратите внимание, что это для коммерческих помещений срок службы более 20 лет. У него написано. Сейчас я вам покажу как это выглядит на этикетке. Вот так. Еще раз зафиксируем ламинат, как это все выглядит. Чуть ближе покажу. Дальше. Также мы уже собрали электрощиток. Сейчас у нас мы убираемся. Сергей вот как раз пошел подметать палой. Электрощиток выглядит у нас вот следующим образом. То есть здесь обязательно у нас счетчик. Меркурий 201. Сейчас покажу получше. Вот так вот он выглядит. Счетчик у нас обязательно опломбирован. Вводной автомат у нас стоит на 25 ампера. И все остальные у нас автоматы. Это Шнейдер Электрик. Производитель серии Домовой. Таким образом они выглядят. Дальше. Всю электрику тоже мы проложили. Она у нас обязательно в гофре. Все аккуратно сложено. Строго горизонтально и строго вертикально. И строго вдоль стен. Таким образом полагается по СНИПу и по ГОСТу. Прокладывать электрику. Поэтому если у вас сделаны как-то по-другому. Какие-то диагонали. То вы знаете, что это неправильно. Дальше по стенам хотел рассказать. То есть вот сзади вы видите, это у нас заделка отверстия от старого щитка. Штукатурка еще не высохла. Соответственно там мы не шпаклюем. Во всех остальных местах. Опять-таки за исключением тех мест, в которых у нас есть сомнения, что штукатурка высохла. Каким образом мы проверяем? То есть мы либо берем перфоратор и штробимся. И смотрим, что там у нас внутри. Либо лучший способ, которым мы пользуемся. И я вам рекомендую его использовать. Это вырезать кусок стены болгаркой. И вообще смотреть, что там внутри. Потому что снаружи, например, вот вы видите, что у нас все сухо. А внутри штукатурка может быть сырая. Дальше. Стены у нас все будут под покраску. Мы их уже отшпаклевали за один слой по сетке. Обязательно все стены у нас затянуты в малярную сетку. Ячейка у нас 2х2 мм. И шпаклевка у нас применяется в витамин LR+. Вот таким вот образом выглядит мешок. Но это лучшая шпаклевка, которая есть на данный момент. Она полимерная. Она хорошо шкурится. Она легко наносится. Наносится равномерным слоем. Дает хороший устойчивый белый цвет. И отлично красится. Также срок эксплуатации ее, но больше 15 лет, это точно. Судя по нашему опыту, по крайней мере. То есть, какую грунтовку, кстати, мы используем. Потому что стены у нас обязательно грунтуют. Вот мы, например, штукатурили стены. До того момента, как мы их будем шпаклевать, мы их обязательно загрунтуем. Грунтовка у нас производства Циризит. СТ-17. Вот так вот она выглядит. Также это лучшая грунтовка на данный момент. То есть, если делаете ремонт, пользуйтесь только лучшими материалами. Проверенными. Срок службы которых больше 10-15 лет. Которые уже проверенные. И которые строители вам рекомендуют. Ну, естественно, строители тоже должны быть опытные. С опытом работы больше 10 лет. Новичков нанимать на ремонт квартиры я бы, конечно, не стал. И всем удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова